Привет! Нужен новый мотоцикл? Он есть в нашей компании Motostrong. Запомни этот бренд! Здесь на лучших условиях продаются обслуженные мотоциклы без пробега по СНГ и без аварийного прошлого. У нас привлекательные цены на мотоциклы в отличном состоянии. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Все ссылки в описании к ролику. Прямо сейчас мы разберем маленький даунсайдинговый трехцилиндровый мотор. Итак, встречаем 1.0 EcoBoost. В самом конце 2011 года на автомобилях марки Ford появился трехцилиндровый крохотный двигатель EcoBoost. У него чугунный блок, легкосплавное ГБЦ, со встроенным в нее выпускным коллектором. Также в этом двигателе два термостата. Один в контуре ГБЦ, второй в контуре блока цилиндров. Все эти меры помогают двигателю быстрее прогреваться и рассеивать меньше тепла, что приводит к экономии топлива. Сразу после презентации этого двигателя компания Ford упомянула в его особенностях то, что в нем нет балансирного вала. Действительно, в большинстве версий этого мотора балансира нет. Но противовесы в количестве 6 штук на коленвале присутствуют. Также есть еще два противовеса на шкиве коленвала и на маховике. Однако 1.0 EcoBoost, работающий в паре с АКПП 6F15, балансирный вал в конструкции имеет. Это сочетание встречается на рестайлинговом Ford Focus 3. Масляный насос этого двигателя, естественно, имеет регулируемую производительность и приводится зубчатым ремнем, который купается в масле. Распредвалы с фазовращателями также приводятся зубчатым ремнем, который также смазывается моторным маслом. Впрыск топлива непосредственный. Вся топливная система от компании Bosch. Электромагнитные форсунки впрыскивают топливо в цилиндры под давлением до 150 бар. Турбонаддув на двигателе 1.0 EcoBoost присутствует, но есть и атмосферные версии. Турбокомпрессор компании Continental малоинерционный и раскручивается до 260 тысяч оборотов в минуту. Обладает жидкостным охлаждением, которое не останавливается даже после остановки мотора благодаря электронасосу, который предусмотрен в системе. Двигатель 1.0 EcoBoost появился на автомобилях Ford в конце 2011 года. Сначала он достался C-Max, потом появился на B-Max, Fiesta, Mondeo, EcoSport, а также на всех вариантах каблука Transit. Этот двигатель в турбированном варианте выдает 100 и 125 лошадиных сил. Есть редкая версия на 140 лошадиных сил, а в атмосферном варианте 65 или 80 лошадиных сил. Сегодня мы будем разбирать двигатель 2013 года выпуска. Этот двигатель становился мотором года в 2012, 2013 и 2014 годах. А до 2017 занимал почетное первое место в категории моторов объемом до 1 литра. Но значит ли все эти награды, что двигатель безупречен и надежен? Как бы ни так, в первые четыре-пять лет с начала производства этот двигатель попадал в сервисные компании, которые были объявлены после обнаружения серьезных проблем. Одна из первых проблем – это вытекание антифриза с последующим перегревом двигателя. Сверху в моторном отсеке проложены обратные трубки. Из левого верхнего края радиатора тянется тоненькая пластиковая трубочка, которая через тройник соединяется с трубкой, по которой антифриз выливается из картриджа турбины. Так вот, эта трубка на входе тройник лопается и весь антифриз выливается. Пострадали моторы, выпущенные с октября 2011 года по октябрь 2013 года. Система управления двигателем слишком поздно подавала тревожный сигнал в рамках сервисной компании, меняли трубки и также меняли пострадавшие двигатели. В улучшенном исполнении тонкая трубка армированная, а на рестайлинговых машинах эти трубки проложены уже по-другому, подальше от горячего выпускного коллектора. Такая же проблема, связанная с утечкой антифриза, появлялась из-за растрескивания расширительного бачка. Сам расширительный бачок на автомобилях Ford не славится большим сроком службы. Вдобавок, там еще заклинивает клапан в крышке и давление в системе охлаждения повышается. Инженеры компании Ford меняли крышку расширительного бачка на модернизированную. Как правило, термостат и двигатель 1.0 EcoBoost не становятся причиной перегрева. Обычно с ними двигатель либо не прогревается, либо же не достигает рабочей температуры. Один термостат находится сзади ГБЦ в пластиковом разветвителе, второй в блоке цилиндров со стороны выпускного коллектора. На разбираемом нами моторе турбокомпрессора не оказалось. Но, естественно, мы нашли отличный турбокомпрессор на нашем огромном шестиярусном складе. Турбокомпрессоры Continental мощностью 100 и 125 лошадиных сил имеют разные каталожные номера. Это надо учитывать при покупке. Эти турбокомпрессоры едва ли можно упрекнуть в классических проблемах с износом вала и последующим попаданием масла во впуск или выпуск. Все-таки владельцы на этих двигателях меняли масло каждые 10 тысяч километров, что прекрасно сказалось на надежности моторов. Хотя преждевременные ремонты компрессорам Continental все-таки требовались. Еще в гарантийный период многие моторы жаловались на недостаточное давление наддува, и вместе с этим был слышен металлический звон. Это звенела тарелка перепускного клапана, которая болталась на своей лапке. Для реставрации турбокомпрессора надо было поменять перепускную заслонку. Удивительно, но правая опора крохотного 1-литрового двигателя имеет ограниченный ресурс. Ее демпфер разрушается каждые 100-150 тысяч километров, и тогда вибрации передаются на кузов. В комментариях мы увидели, что вам понравился второй лысый член нашей команды, который нам поможет разобрать сегодня этот мотор. Итак, встречаем, Серега. Мы начинаем нашу разборочку. Многие двигатели 1.0 AK Boost порадовали своих владельцев трещиной на торце выпускного канала. Отслоение сплава здесь происходит на фоне забитого катализатора и повышение температуры в выпускном тракте. Любопытно, что эта трещина никак себя не проявляет, а обнаруживается только после снятия ГБЦ, когда ищут и решают более серьезные проблемы, связанные с охлаждением. В нашем случае трещины нету. Обычно она появляется вот здесь, вот сверху. Особенность двигателей с прямым впрыском. Со временем на впускных клапанах появляется нагар, который мешает им закрываться. Наш двигатель не исключение. Во впускных каналах здесь очень много масляного налета. Вот эта коробчонка, это впускной коллектор двигателя 1.0 AK Boost. Вот эта дроссельная заслонка и катушки зажигания. Практика показывает, что служат долго и без проблем. Высокую рабочую температуру двигателя не выдерживает пластиковая клапанная крышка. Она имеет новую ровную клапанную крышку. Топливный насос высокого давления установлен сзади на удлиненном впускном распредвале и переводится тройным кулачком. Между штоком ТНВД и кулачком расположен вот такой толкатель. Схема такая же, как и у моторов TSI и TFSI. Проблемы, соответственно, те же. Толкатель истирается и может рассыпаться. Из-за этого двигатель теряет тяги, а в худшем случае стружка металлическая убивает пары трения. Но на двигателях EcoBoost эта проблема едва ли массовая. Но состояние толкателя нужно проверять при любом удобном случае. И у нас с толкателем все прекрасно. При замене клапанной крышки стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Многие внимательные владельцы, осмотрев ремень, приняли решение о его замене и сделали это не зря. Почему? Дальше расскажем. В приводе клапанов двигателя 1.0 EcoBoost нет гидрокомпенсаторов. Поэтому проверять тепловые зазоры надо раз в 240 тысяч километров. Зазоры регулируются максимально неудобно тарированными толкателями. Стержни выпускных клапанов полые и наполненные натрием. Это говорит о высокой теплонагруженности мотора. А если говорить о состоянии, то претензии к кулачкам распредвалов у нас нет. Электромагнитные клапаны, которые управляют фазовращателями, установлены на легкосплавной крышке кожуха ГРМ. Ни клапаны, ни муфты системы фазгазораспределения проблем на этом двигателе не вызывают. До 2015 года на моторах 1.0 EcoBoost возникала течь антифриза в поддон. То есть уровень в расширительном бачке охлаждающей жидкости уменьшался, а в поддоне увеличивался. Течь возникает по пропилу в легкосплавном кожухе ГРМ, куда помещается хвостик прокладки вокруг канала системы охлаждения. Для решения этой проблемы инженеры предложили прокладку без хвостика, а пропил надо замазать герметиком. Производитель признал проблему и разослал в сервисе бюллетень с решением данной проблемы. После 2015 года вот этот пропил на двигателях 1.0 EcoBoost убрали. Отметим, что вот эта крышка держится на 20 болтах. Еще пятью болтами скреплен корпус помпы, а вот эта пластиковая трубка для масляного щупа. Смазываемый маслом ремень ГРМ, по мнению инженеров компании Ford, способен служить 200 тысяч километров либо же 10 лет. Но как бы не так, опыт эксплуатации показывает, что этот интервал надо сократить в два раза. В странах СНГ интервал был сокращен до 120 тысяч километров. Через пять лет на этом ремне появляются поперечные трещины, которые выглядят сомнительно. К тому же, несмотря на то, что ремень смазывается маслом, он трется на шкивах, пылит. Пыли бывает много, и она загрязняет масло. Для замены ремня ГРМ надо фиксировать распредвалы специальным фиксатором и стопорить коленвал. По рекомендации производителя, болт коленвала надо затягивать специальным мультипликатором, чтобы соблюсти огромное усилие в 450 ньютон-метров. Да, можно справиться и огромным воротком. Откручивая болт, мы ощутили огромное усилие. На замену этого ремня ГРМ на сервисе требуется 12 часов. Те, кто поменял быстрее, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. В нашем случае ремешок в чудесном состоянии. Этот крохотный двигатель теплонагружен и очень горяч, поэтому малейший перегрев приводит к печальным последствиям. Много этих двигателей поехало на СТО из-за пузырьков в расширительном бачке, потери компрессии и на фоне других последствий перегрева. Продутые прокладки, деформированные ГБЦ, а также поврежденные чугунные блоки цилиндров в местах прорыва газов из цилиндров – это далеко не редкость для двигателя 1.0 EcoBoost. На некоторых моторах EcoBoost наблюдалось течь масла по прокладке ГБЦ в районе теплообменника. Течь не была критичной и не портила жизнь владельцу, но портила вид технологичного мотора. В нашем случае мы вынуждены констатировать, что этот мотор страдал скорее от масложора, нежели от перегрева. Блок у двигателя чугунный, с открытой рубашкой охлаждения. Хон в цилиндрах неплохой, но уже видны неприятные побежалости, а при прокручивании этого мотора слышен стук. Поэтому мы его собственно и разбираем. На многих двигателях 1.0 EcoBoost возникает проблема с давлением масла. Тут важно четко среагировать и вырубить мотор, когда загорится красная масленка. Отчего же это происходит? Маслозаборник засоряется продуктами износа ремня ГРМ. Да, несмотря на то, что ремень ГРМ погружен в масло, он все равно пылит, потому что трение существует. И этой бы проблемы не было, если бы ремень ГРМ был отделен от картера. Пыль от ремня ГРМ толстым слоем ложится в поддоне, а потом с потоком всасываемого масла закупоривает наглухо маслозаборник, как и в нашем случае. Кроме того, у безответственных хозяев маслонасос заклинивал с последующим обрывом зубьев его ремешка. Кстати, маслонасос приводится ремешком, который полностью погружен в масло. И менять его надо вместе с основным ремнем ГРМ. Среди всего этого мусора в маслозаборнике есть еще и металлические фрагменты. Фрагменты вкладышей. Детали цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма отдельно не продаются. В каталоге есть только блок в сборе. Инструкция даже запрещает откручивать опоры коленвала. Производитель считает, что при незаводской сборке невозможно выставить нормальные зазоры. Но сервисмены успешно капиталят эти движки, подбирают вкладыши и в продаже даже имеются новые поршни. Забитый маслозаборник сделал свое дело. Это вкладыши третьего шатуна. Их провернуло. Третий шатун находится дальше всего от маслонасоса. Ему просто не хватило смазки. Следом мы видим вкладыши второго и первого шатуна тоже изношенные. Металлическая стружка погуляла по масляной системе и мы видим абразивный износ на коренных вкладышах. Коленвал тоже никуда не годится. Все по той же причине шейка третьего шатуна в усмерть задрана. Когда инженеры представили этот двигатель, то они сказали, что блок цилиндров поместится на листе формата А4. Как мы видим, с трудом он помещается, хотя в длину – да, размер формата А4. Верхние коренные вкладыши поцарапаны стружкой, в блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена, и вот такой вот двигатель в года от Ford мы сегодня разобрали. Да, у него есть проблемы, но справедливости ради. Надо сказать, что если менять масло каждые 10 тысяч километров, то эти двигатели без капитального ремонта ходят 200-300 тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры подогали. Продолжение следует...